Ну, вы знаете, мое мнение, я здесь не эксперт, я пользуюсь только той же информацией, что и вы, конечно, это реальная сила, но с этими реальными силами живут, там, сыра жили несколько десять лет, то есть зачем рисковать собственной страной, экономическим стабильным, стабильной ситуацией в стране ради этого, да, это проблема общая, и мера участия России в борьбе с ИГИЛ, вот ее надо как-то точно соизмерять с мерой участия других стран, то есть очевидно, что для Путина это был повод, борьба с ИГИЛ, то есть ему нужно было сохранить, зачем-то он решил, что ему нужно сохранить осада, зачем-то он решил, как, мы сейчас уже забыли, что для него еще это было некое учение в боевых условиях, проверка боеготовности армии, вот все, что угодно, во все, что угодно, я верю, кроме того, что у него основным посылом была борьба с ИГИЛ. Если бы была борьба с ИГИЛ, он бы, как и все остальные страны, построился бы и делали бы какие-то совместные действия, и уж точно не спешил бы, а выдавал чисто порционно, сколько от него требует участие, особенно участие живой силой. Ну, по крайней мере, история предыдущих вот этих всех радикалов говорит о том, что, как обычно, сначала спецслужбам кажется, что они могут создать такие радикальные группировки, с их помощью решать какие-то свои проблемы, потом эти радикальные группировки выходят за рамки, вот, и так далее, и так далее. Вот. Возможно, с ИГИЛ это немножко другая ситуация, но я еще раз говорю, я здесь не специалист. То, что я понимаю из разговоров со специалистами, именно такой мощной она стала после того, как в Ираке военные, профессиональные военные, значит, Саддама перешли в ИГИЛ. То есть они стали, они потеряли, как бы, для себя возможность влиться в это новое иракское, как бы, завтра, в новую иракскую реальность, и они влились вот в это, как бы, террористическую организацию. Но, еще раз говорю, относиться к этому надо, ну, это, то есть я не являюсь даже не то, что экспертом, а вот просто я даже не интересовался этим. То есть для меня очевиден факт, что на смену одной, значит, там, группировки, там, появляется другая группировка. Они еще, плюс ко всему, друг с другом там плохо, то есть они еще между собой конфликтуют. То есть это такая, такая сложная, восточная жизнь, в которую, чтобы разбираться, надо реально понимать. Вообще, вы знаете, у меня такое ощущение иногда, что, так же, как и я, Путин не понимает, что там происходит, и влез в ситуацию, такую восточную, сложную ситуацию, он попытался ее упростить, а она вот не упрощается.